Кандидат исторических наук, доцент ХГУ Михаил Степанов более 15 лет занимается изучением репрессивной политики СССР. По этой теме у него защищена кандидатская диссертация, подготовлена докторская. Вышло несколько монографий. Последняя посвящена массовой депортации поволжских немцев в Хакасию. Михаилу Степанову удалось установить точное число спецпереселенцев. До этого цифры назывались приблизительные. В Хакасию было депортировано более 15 тысяч поволжских немцев. Эта доля, если исходить из общего количества депортированных в Красноярский край, составила 20%. А в целом по Союзу было депортировано 430 тысяч поволжских немцев. Так что сведения о полутора миллионах депортированных немцев поолжья в СССР, которые широко растиражированы, в том числе и средства и массовой информации, оказались завышенными втрое. В монографии содержится также новая информация о трудовом использовании спецпереселенцев. Трудовое использование депортированных немцев началось буквально с сентября 1941 года. Часть граждан устроилась работать непосредственно по той профессии, которую они получили еще в автономии немцев поолжья. Другая часть в 1942 году была призвана в так называемые трудовые армии и рабочие колонны в 1942 году. И, безусловно, значительная часть использовалась уже на физически сложных работах. В частности, в процессе строительства железной дороги Сталинск-Абакан, это ветка Новокузнецк-Абакан нынешняя. Любопытно, что и в Хакасии, и в Красноярском крае спецпереселенцы получали уголовные сроки по печально знаменитой 58-й статье. Кстати, сажать по ней, как выяснил Михаил Степанов, начали задолго до 1937 года. В самом начале 30-х житель одного из небольших хакасских сел в пьяном виде выстрелил по направлению сельского клуба. К своему несчастью, угодил в портрет Ворошилова и вместо статьи за хулиганство попал по 58-й. Ему дали 10 лет лагерей. Такое было время. Продолжение следует...